Меня зовут Илона Чекир и мы оказываем на данный момент гуманитарную медицинскую помощь беженцам из Украины. Это был очень сложный период, потому что я не ожидал такого вот направления, что я этим буду заниматься. В начале года, 1 января, были другие планы и задачи, но они в течение года вот изменились таким образом. Было сложно и психологически, было сложно и физически. Один из блоков, который мы осуществляли, это здоровье беженцев, которые здесь проживают. Мы привлекали врачей, специалистов отсюда, из Кишинева. Основной акцент делался на тем, кому сложно. Женщины с маленькими детьми, многодетные семьи, престарелые люди, лица с ограниченной возможностью, помогали им найти своих врачей. Адаптировать лечение, которое у них было под лечение, которое они могут здесь получать. В основном мы знаем, что вся помощь оказывалась на территории Тирасполя, поэтому мы также выезжали в Рыбницу, в другие населенные пункты и по возможности оказывали помощь там. Волонтеры – это и студенты медицинского факультета, и также граждане из Украины. То есть сами беженцы приходили и действительно активно участвовали в помощи, которую мы оказывали других им, их согражданам. Очень сложно найти волонтеров, которые могут профессионально работать с людьми, помогать людям, не обижаться на людей, когда они приходят. Иногда их эмоции могут быть очень импульсивны, они иногда могут выражать свою какую-то агрессию, потому что у них эмоциональные срывы, эмоциональные потребности. И вот нужно очень тонко с каждым из беженцев приходящим беседовать, говорить. Мы сталкивались с такими, что, например, к нам люди приходят получать гуманитарную помощь и оставляют что-то, то есть для других, то, что им в принципе не надо, и у них это в достатке, они говорят, что вот пусть мы оставим лучше тем, кто реально нуждается. Самое трудное – это вот все-таки сталкиваться с теми историями, которые нам рассказывали беженцы. Мы оказывали помощь, мы понимали, что мы помогаем, но когда мы чуть глубже, мы спрашивали, как самочувствие, мы оказывали психологическую помощь. Эти истории, они откладывались у нас, у самих, мы это все проносили через себя, и таких историй – это ни одна, ни две и ни сто. Их очень много, и старались максимально помочь. Единственное, что, когда мы понимали, что мы не могли помочь, это еще больше усугубляло и наше состояние моральное тоже. Конечно, мне жалко, но все же нужно держать свои эмоции в устах для меня, потому что я оказываю людям юридическую помощь, они должны понимать, что, как говорится, я как за ними, как за каменной стеной, а не за мной. Мы понимаем, что как раньше, наверное, будет, не будет, ну то есть мы не знаем, что будет дальше, от этого вот тяжело. Да, была женщина, она приехала с Одессы, то есть она к ней обратилась, пожилая женщина, у нее были проблемы со здоровьем, ассоциация здоровья и спорта, мы приобрели ей дорогостоящие препараты и оборудование, так как у нее были, если не ошибаюсь, проблемы с дыханием, астмой. И после того, как мы ей помогли, поблагодарила нас, говорит, приезжайте к нам на море. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова